На кого жалуется военно-патриотичный Пашинян? В ходе вчерашнего заседания правительства Никол Пашинян проводил митинг против Пашинян Никола. Он вошел в роль военно-патриотического деятеля. Однако это была всего лишь роль, иначе он должен был признать полный крах своей позорной политики и подать в отставку. Вчера Никол Пашинян, в позе только что открывшего для себя Америку, заявил, что Азербайджан хочет организовать геноцид армян Карабаха, что он применяет силу или угрозу силы и что он агрессивен. Проблема в том, что Алиев всегда был таким, и Азербайджан всегда хотел изгнать армян Арцаха. На этот счет были как открытые заявления, так и конкретные шаги. То есть не так, что риторика Алиева только что изменилась, а его планы по захвату Карабаха и Армении стали известны лишь накануне. Другой вопрос, что Пашинян Никол заметил это или демонстрирует, что заметил, лишь недавно. Агрессивность Алиева и рост его аппетита обусловлен Николом. Как известно, в Праге Никол признал, что Карабах принадлежит Азербайджану. Кстати, Никол и его соратники пропагандируют эту линию с 9 ноября 2020-го, и еще более агрессивно продвигают ее в последнее время. О соглашениях в Праге Алиев заявил в Астане, в присутствии Никола и Путина. Никол ему не возразил. Слова Алиева скорее были адресованы Путину, на тему Никол согласился, что Карабах — это Азербайджан, так что пусть РФ не вмешивается и не пытается удерживать в Карабахе свои войска, считая конфликт нерешенным. После этого Москва была вынуждена раскрыть карты. На трехсторонней встрече в Сочи Кремлю удалось временно обнулить или хотя бы заморозить Вашингтонский план урегулирования Карабахского конфликта. РФ и Иран в доступной форме объяснили Николу Пашиняну, что он не может сдать Карабах Азербайджану даже при большом желании, и заставили его отступить от Вашингтонского плана. Вот почему Никол вспомнил, что Азербайджан хочет осуществить геноцид армян Карабаха. Сделать это его заставили Иран и Россия. Ничего другого искать не нужно. Иначе, если бы Никол сам пришел к этой мысли, то заодно он должен был заявить, что отказывается от своей концепции выведения статуса Нагорного Карабаха из гарантий прав и безопасности местных армян. И признать, что Арцах не может быть в составе Азербайджана, так как армяне в этом случае подвергнутся геноциду. Однако он об этом не сказал. Он лишь заявил, что Азербайджан хочет подвергнуть армян геноциду, но он упорно будет идти в направлении повестки мира. Всего лишь.